Привет! Спокойный четверг на календаре. И во славу его подборка актуальных игровых новостей. Сегодня в выпуске. Первые отзывы о Диабло 4. В России подумывают пускать в игры только по паспорту. А CD Projekt продолжает закрывать свои проекты. Что происходит? Будем разбираться. Новости на старт! Нежный морж. Это декабрь особенный. Почти все смотрят футбол, ну как без этого? А если ты не любишь футбол, то на каникулах пересматриваешь любимое новогоднее кино. Например, включаешь Гарри Поттера и все, а не оторваться. Ну а хорошо провести время за просмотром тебе поможет наш сочный вкусный партнер. Доставка еды Фудбенд. Я тебе про них как-то рассказывала. С промокодом Игромания для тебя Фудбенд будет большая скидка на все блюда и все заказы. У Фудбенд свои большие кухни. Они сами готовят и доставляют по всей Москве. И между прочим, кусок хорошей качественной пиццы помогает восстановить силы после игры. Спросите у футболистов. В меню Фудбенд много пиццы прямо из печи. Классическая, острая или изысканная от бренд-шефа. Создай итальянскую атмосферу. Ну а для романтической встречи можно заказать роллы с лососем или морепродуктами. Любителям экзотики точно надо брать порцию гавайского поке с рыбой или креветками. Есть и лапша вок в удобных коробочках, как в сериалах. И вообще, много ароматных блюд со сковородки. Например, баклажоны по-китайски. С Фудбенд удобно, если в большой компании каждый хочет что-то на свой вкус. Бери что угодно, ведь по промокоду игромания скидка на все заказы хоть каждый день. И кстати, на новогодних каникулах Фудбенд работает круглосуточно. Так что не придется заморачиваться с Оливье. Короче, кликай по ссылке в описании и... Приятного аппетита! Все ждали, что дату выхода Diablo 4 назовут на шоу The Game Awards. Но сюрприза не получилось. Если верить базе данных магазина Microsoft, игра выйдет 5 июня. Одновременно появилось множество превью от журналистов, которым дали поиграть в первый сюжетный акт. И похоже, что они остались в полном восторге. Пишут, что Diablo 4 очень мрачная, кровавая и жестокая. И ощущается как продолжение второй части. В то время как о существовании Diablo 3 напоминают лишь некоторые игровые механики. Также ощущается влияние Path of Exile. Например, прокачка стала гораздо более глубокой, но в то же время осталась достаточно простой и понятной. Мир, как обещали, открытый, но это не особо чувствуется. Вдали от сюжетки уровень противников сильно возрастает, поэтому по карте особо не погуляешь. Но главное, что геймплей получился увлекательный в лучших традициях серии. А еще Blizzard наконец вспомнила, что она не инди-разработчик. И сделала игру очень кинематографичной, а также добавила множество кат-сцен. Однако делать выводы пока рано. Жанр диаблоидов раскрывается на финальном этапе игры. Именно на нем в свое время и сломалась Diablo 3. Каждый раз, когда российские депутаты придумывали какую-то ерунду касательно игр, можно было себя успокаивать тем, что вот в странах типа Китая или Южной Кореи все еще хуже. Там вообще в игры без паспорта не пускают. И? Угадай, что? Правильно! Скоро такую фишку могут внедрить и у нас. Появилось предложение использовать для доступа к играм системы подтверждения личности, такие как СберАйДи, ЯндексАйДи или ВКАйДи. Это позволит контролировать возрастные рейтинги игр, которые как раз сейчас и создают. Так что, пока не докажешь свое совершеннолетие, никаких тебе GTA и прочих датспейсов. И кто-то скажет, ерунда все это. Западные площадки типа Steam и подобные штуки использовать точно не будут. Все верно, не будут, но это лишь даст отличный повод правительству запретить их насовсем. Так что, вот такие дела. Ну а CD Projekt продолжает закрывать свои проекты. Вслед за Гвинтом студия прекратит поддержку мобильной игры «Ведьмак. Охотник на чудовищ». Ее сервера остановят уже будущим летом. Студия по созданию мобильных игр CD Projekt закроет насовсем. Некоторых разработчиков уволит, но большинство получит шанс присоединиться к основной команде и начать работу над серьезными проектами. В принципе, руководство недавно уже говорилось, что хочет делать упор на игры для ПК и консолей. Но настолько радикальных шагов в этом направлении никто не ожидал. Вконтакте запустила бета-версию нового облачного сервиса. По сути, это просто виртуальный компьютер. У него 16 гигабайт оперативной памяти, 300 гигабайт свободного места, плюс видеокарта GeForce с поддержкой рейтрейсинга. Можно получать сигнал в 4К на скорости в 120 кадров в секунду. Есть аренда с почасовой оплатой, но куда выгоднее месячные тарифы. 60 часов плюс ночной безлимит обойдется в 2000 рублей, а полный безлимит в 3600. В интернете уже сравнили эти расценки с другими сервисами и согласились, что они очень даже интересные. При этом есть три ограничения. Не майнить, не использовать платформу для темных делишек и не удалять системные файлы. За нарушение правил учетную запись могут забанить, и деньги при этом не вернут. Инсайдеры сообщают, что на шоу The Game Awards покажут первый геймплей Space Marine 2. Проект делает питерский филиал студии Saber Interactive, поэтому в России он привлекает особое внимание. А еще там должны объявить, что Street Fighter 6 выйдет в релиз 2 июня. Однако игроки больше всего ждут свежих анонсов. И вот тут точной информации пока нет. Один только Кодзима тизерит свою новую игру, да инсайдеры намекают на ремейк его же Metal Gear Solid. Также есть надежда на анонс от создателей Mortal Kombat. Такая тишина значит либо то, что разработчики надежно хранят свои секреты, или что анонсов в этот раз будет немного. Шоу начнется в полчетвертого по Москве, но можешь не запасаться кофе и спичками. Завтра я расскажу тебе обо всем, что там случилось. К другим новостям. По слухам, Sony решила полностью перезапустить серию Uncharted. Но теперь разработкой займется не Naughty Dog, а другая студия. Microsoft так хочет купить Activision Blizzard, что даже пообещала выпустить Call of Duty на Nintendo Switch, где ее вообще никогда не было. В Elden Ring вышло бесплатное дополнение с боевыми аренами, где игроки могут сражаться друг против друга как в дуэлях, так и в командных боях. А еще там добавили новые модные прически. Создатели главного хита этого года Vampire Survivors анонсировали первое дополнение. Там появится огромная заснеженная карта, 8 новых персонажей, 13 предметов и новая музыка. За 4,5 года мобильная версия PUBG заработала 9 миллиардов долларов. При этом игра уже взяла планку в 1 миллиард загрузок. Провалившиеся экшен про Мстителей пытались поддерживать дополнениями, надеясь, что игроки передумают и решат в него поиграть. Но они не передумали. И в следующем году поддержку проекта все-таки прекратят. Ну и в рекомендации на сегодня сериал с испанским темпераментом. Динамикой настоящего добротного экшена и сложным сюжетом. Сериал, который точно должен быть в копилке просмотренных даже у самых присыщенных зрителей. Хотя я более чем уверена, что многие из вас его уже смотрели. А если нет, самое время. Здесь снова о ворах, которые не боятся масштабов. Банки Испании, монетный двор. Для них нет значения, насколько грандиозной и труднодоступной кажется цель. У них есть план, а точнее миллион разных планов под любой сценарий событий. Во главе с профессором восемь любителей отправляются в пекло, не боясь ни пушек, ни правительства, ни непредвиденных обстоятельств. Чувство безысходности им не знакомо. Моральные принципы – это отдельный вопрос, на который ты сам найдешь ответ, если разберешься с личными мотивами каждого из героев. Здесь будет интрига, ретроспектива, огромные и маленькие конфликты, которые будут работать на одну лишь задачу – покорить твое внимание и хранить его все пять сезонов. Короче, смотри с удовольствием. И увидимся уже завтра. А пока береги себя и свою психику. И пока. Субтитры подогнал «Симон»!